Дорогие братья и сестры, есть одна очень важная притча, которая показывает реальную картину современных приходов, современных православных людей. Давайте рассмотрим ее. Один старец много молился Господу и спрашивал, почему люди молятся, каются, а все равно не оставляют своих страстей и прегрешений? Почему люди ходят в храм, причащаются, исповедуются, а все равно живут в грехах, страстях и пороках? Почему столько много скорбей в мире? Почему люди православные не становятся многие лучше? Многие годы ходят в храм, а лучше не становятся. И вот, явился ему ангел Господень и ответил на его вопросы. Он показал ему храм, где было богослужение. Многие люди стояли в храме, слушали молитвы. Клирос пел, диакон произносил иктинии. Священники вычитывали молитвы. Люди в храме просто стояли и слушали молитвы. Многие думали о чем-то о своем, даже не вникая в текст богослужений. Многие как бы пропускали эти молитвы через свои уши. Но никто, никто в храме по-настоящему не молился. Никто в храме не пропускал все эти молитвы через свое сердце. Ни священник, ни диакон, ни клирос, ни люди-прихожане в храме никто не молился. Молитва не исходила из болящего сердца, от сердца сокрушенного и смиренного. Потому что только такую жертву принимает Господь Бог. Сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Только одна девочка с болью молилась о своем отце. Просила, чтобы Господь Бог вразумил его, чтобы он покаялся, исправился, бросил пить и стал опять хорошим папою, хорошим отцом. Вот такую молитву с болью и от всего сердца Бог и принимает. Когда душа болит, когда она молится, когда она плачет, такую молитву Бог принимает. Когда же молитва идет только от одних уст, такую молитву Бог не принимает. Богу нужна молитва от сердца. Бог через пророка и говорит, сыне, дашь мне сердце твое. Богу нужно наше сердце. Поэтому он и дал заповедь, возлюби Господа Бога твое всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всем помышлением твоим и всей крепостью твоею. Сердцем нужно возлюбить Бога. Сердцем нужно молиться. И от всего сердца нужно взять Богу. Кто так не молится, тот просто вычитывает молитвы, тот по-настоящему и не молится. Такие молитвы к Богу не доходят. Многие не знают, что святые отцы все молитвы по книге, а кто псалтырь, акафисты, каноны. Все молитвы по книжке называют одним термином, одним словом – псалмопение. Истинной же молитвой святые отцы называют ту молитву, которую человек молится сам, которую он произносит от своего творческого сердца, которую он всей своей душой возносит к Господу. Отцы рассказывали, что духовные чтения, подобно медной монете. Бог принимает и такое служение. Псалмопение, то есть молитвы по книжке, акафисты, псалтырь – это тоже хорошо. Оно подобно серебряной монете. Но самое лучшее, самое угодное Богу жертва – это молитва своими словами. Это молитва со слезами на глазах, от искреннего, сердца сокрушенного, смиренного, благодарного, плачущего и от всей души любящего Бога. Такую молитву Господь Бог и принимает. Молитва с верою, любовью к Богу и глубоким смирением. Поэтому нужно в первую очередь молиться. Многие люди не знают и не умеют молиться. Многие годы проходили в храм Божий, многие годы называют себя православными, а молиться так и не научились, так и не умеют. Всю свою жизнь просто вычитывают по книжке. И многие даже спрашивают часто, батюшка, а почему я молюсь по книжке, читаю молитвы, а часто рассеиваюсь. Ум не может быть в этих словах молитвой. Да потому что вы не молитесь, вы просто их вычитываете. Вы не пропускаете их через свое сердце. Каждое слово нужно пропускать через свое сердце. Как легко распознать, молится человек или просто вычитывает, когда слышишь, как он читает. В каком месте делает паузы, делает интонации, спешит он или не спешит. Все это легко слышно. Человек пропускает эти слова через свое сердце или только через свой язык. А сердце же далеко отстает от настоящей молитвы. Такая молитва не принимается ни слушающими, ни Господом Богом. Пророк говорит «Приближаются ко мне люди, устами своими чтут меня, сердце же их далеко отстает от меня». Как эти слова показывают реальную картину большинства современных православных христиан и даже большинства приходов, где люди просто чтут Бога устами. Одни читают, другие поют, третьи вычитывают, четвертые слушают. Но как мало людей молятся. Сердце далеко отстоит от настоящей молитвы. Жизнь такого христианина вся превращается в одно лишь лицемерие. Если человек по-настоящему не молится, то он и не очищается ни от грехов своих, ни от страстей и пороков. Такой человек по-настоящему и не катится. Такой человек не движется дальше к Богу, не наполняется благодатью Божию, а поэтому и живет плотской греховной жизнью. Он не исправляется. Сколько бы лет он не проходил церковь, он может даже становиться еще хуже и хуже. Поэтому жизнь такого человека – лицемерие одно лишь. И словами он будто бы чтит Бога, но сердце далеко отстоит от Бога. И сердце, и дела такого человека – одно лишь лицемерие. Он говорит, что чтит Бога, но заповедь его не соблюдает. Он читает в Писании слова Господа Иисуса Христа, но не исполняет их. Он читает слова апостолов, читает слова пророков, читает в Писании святых отцов и не исполняет их, считает их маловажными и неважными. Сколько сейчас женщин, которые не покрывают свою голову, а апостол Павел говорит, что женщина замужняя должна покрывать свою голову. Иоанн Златоуст, толкуя это место, говорит, что обязательно женщина должна покрывать свою голову. так творцом задумано, это воля Божия. Но почему-то женщины говорят, что это маловажно и не исполняют эту волю Божию. Этим же самым показывают, что сердце их далеко оцарит о заповеди Господних. Далее, апостол Петр, апостол Павел вместе подчеркивают, что женщина да не украшается никакими украшениями, ни прическами, ни пышными красивыми одеждами, но кротости, смирении и скромности. Это означает, как толкуют святые отцы, что женщина не должна, во-первых, украшать себя никакими украшениями, ни сережками, ни браслетами, ничем другим подобным этому. Не должна украшать свою голову красивыми прическами, модными прическами, покрасками своих волос. Преподобный Петр Галатийский говорит, что женщина, которая красит свои волосы, она этим самым хулит своего Творца, как бы плюет в сторону Творца, что ты дал мне некрасивый цвет волос, а я хочу себе другой. Ты плохо меня создал. Тоже так же и женщина, которая красит свои ногти, и тем самым она ропщет на Бога, что Бог дал ей другой цвет ногтей, она хочет себе другие. Что Творец и Создатель не такой красивый ее создал, как какой бы она хотелось бы быть. Одним словом, те, которые употребляют краски, макияжи, косметику, тем самым они хулят своего Творца, что будто бы Творец и Создатель их плохо создал. И об этом говорят и апостолы, и святые отцы. Почему же женщины это читают, но не исполняют? Да потому что сердце их далеко отстает от Господа. И поэтому они часто и молятся рассеянно. Еще часто спрашивают батюшка, как же исправиться, как научиться молитве? Братья и сестры, пример молитвы дал нам сам Господь Иисус Христос. Молитву Отче наш. И святые отцы, толкуя эту мытву, говорят нам, что эта мытва является образцом молитвы, примером, как нужно построить свою молитву. То есть, во-первых, это словословие Бога, это благодарение Богу, это прославление Его добрых дел, Его имени, Его благости, Его любви. Это прославление Творца. Можно взять пример из псалмов Давидовых. Говорят, что да прославит Тебя Божий вся природа, звезды, солнце, луна, все скоты земные, все гады, птицы, все да прославляет Творца Своего и Создателя. Брать Богу благодарение за крест, за Голгофу, за Его любовь к нам. Брать Богу благодарение и поклонение. Дальше. После этого воздаем Богу молитву о прощении своих грехов. Конечно же, и молитву о прощении наших обидчиков. Нужно обязательно помолиться, как говорит преподобный отец Захарий, о прощении всех наших обидчиков. И когда мы их простим, когда мы о них помолимся, тогда Бог услышит и нашу молитву о нашем грехах, о нашем прощении и простит нас. Бог любит такие молитвы о ненавидящих и обидящих нас. Поэтому в каждой нашей молитве нужно поминать всех ненавидящих и обидящих. Конечно же, нужно обязательно молиться Богу за всех наших благодетелей, доброжелателей и недоброжелателей. Далее, только после этого переходим к прощению о наших родных, о близких, о живых, об умерших, за себя грешного, за какие-то свои нужды. Но опять-таки, не заботиться о завтрашнем дне. Как говорится, мы Твои очень раз хлеб наш насущный, дай нам на сей день. То есть, заботимся о сегодняшнем дне. Молимся о сегодняшнем дне, чтобы сегодняшний день прожить свято, мирно и безгрешно. Просим у Бога благослови на сегодняшний день, а и не заботимся о дне завтрашнем. На литургии также мы молимся о сегодняшнем дне, а не о завтрашнем. Итак, нужно молиться Богу, учиться молитве. Преподобный Арсений Великий, когда остановился на молитву, вечером на закате солнца поднимал руки и только к утру опускал эти руки, когда солнце поднималось, а всю ночь пребывал в молитве и даже не замечал часто этого. Современный старец Афонский Арсений также под 9 часов мог легко молиться и думал, что прошло только 10-15 минут. Преподобная Ирина Каппадокийская также поднимала вечером руки на молитву и утром уже ее сестры монахини опускали только ее руки. Она была вся в восторге, вся была переполнена благодатью. Другая история рассказывает нам. Однажды к одному старцу пришел другой его друг-старец и вот они решили вместе потратить начать. Но сначала говорит, давайте помолимся. И они стали на молитву и промолились всю ночь, забыв о еде. Вот это, братья и сестры, это истинный человек-молитвенник. Он радуется молитве. Преподобный, поиск святогорец говорит, что он в молитве отдыхает. Он в молитве отдыхает и не только душой, но и телом. Тело переполняется благодатью. Христос сказал, плоть немощна, души бодр. Вот таки и у нас должен быть дух бодр в молитве. Мы должны любить молитву, должны переполняться молитвою и дома, и в храме, где мы ни были. Мы должны пропускать слова молитвы через свое сердце. Всегда молиться от всего своего сердца. Поэтому нужно взять себе за правило обязательно поначалу, хотя бы по полчаса в день, вечером, полчаса утром, полчаса ночью, днем уделять молитве не по книжке, не вычитыванию, а именно молитве своими словами. Начинать с получаса. Потом можно время потихоньку увеличивать. Когда помолился Господу Богу, можно добавить молитву своими словами Богородице, Ангелу Хранителю, Николаевичу Творцу, своим любимым святым. Всем им потихоньку помолиться. Потом можно опять возвращаться, опять молиться Богу и так дальше, чередуя одну молитву с другой. И таким образом время будет проходить, а человек будет переполняться. Если Господь Бог даст слезы, это означает, что Бог принял твою молитву. Слезы во время молитвы означают, что твоя молитва услышана. Нужно радоваться, когда приходят эти слезы. Это милость Божия, дар Божий. Потихоньку эти слезы будут все чаще и чаще приходить. Нужно стараться стяжать дар слез. Преподобные отцы говорят, что слезы очищают душу человека. Со временем душа очистится. Душа наполнится чистотою, Святым Духом, Любовью и Благодатью. Но это невозможно без постоянной молитвы, без постоянного труда во время молитвы. Нужно в этом упражняться и трудиться. Молиться не только вычитывать, не только заниматься псалмопением. Еще раз скажу, многие люди годами ходят в церковь, но так и научились молиться. Для некоторых я даже советую, чтобы отложили молитва-слов на некоторое время и свое правило, как утренние и вечерние молитвы совершали таким чином. Ставили часы на полчаса и не вставали с молитвы, пока будильник не прозвенит. Полчаса нужно уделять молитве. Что ты будешь говорить? Будешь ли ты делать земные поклоны, будешь отец в сердце свое слава словить Бога, но ты помолись. Вот по этой схеме полчаса нужно молиться, потом можно время потихоньку увеличивать. 35-40 и так далее. Главное, чтобы была молитва. Вот тогда такой человек не будет чувствовать сухости в молитве, не будет устать от этого правила, будет радоваться, будет ждать того времени, когда он будет молиться. Он полюбит молитву, полюбит уединение. Он тогда возненавидит все эти фильмы, все эти новости, все эти суету, толкотню, все эти и гости, и празднословия, телефонные разговоры, все эти соцсети, все это ему будет уже утомительно. Он этого возненавидит и будет всем сердцем приобретаться в молитве к Господу Богу. Итак, братья и сестры, мы должны запомнить, чтобы мы чтили Бога не только устами, но и всем сердцем. Во-первых, это в молитве, во-вторых, это в делах и в нашей жизни. Вся наша жизнь должна быть по заповедям Божьим, по исполнению Евангелия, исполнению апостолов, исполнении канонов церкви, вселенских соборов, исполнении слов святых отцов. Если вселенские соборы нас учили поступать так, мы должны их исполнять. Поэтому нужно стараться и изучить то, что было сказано в вселенских соборах у святых отцов. Читать как нужно больше духовных книг, но это нужно опять-таки делать по времени, чтобы не было слишком много чтения и слишком мало молитвы, как это часто, к сожалению, бывает у многих. Много читают, много слушают, но мало молятся. И опять-таки, только одна молитва без духовного чтения, не принесет такого полного плода, потому что святые отцы учат нас, молитва это огонь, пост это фитилек для этой лампадки, для этого огня, но духовные чтения это масло в лампадке. Если масла не будет в лампадке, огня не будет. Поэтому если не будет духовного чтения и Евангелия, и святых отцов, то огню не будет как загореться. Конечно же, бывают такие случаи, когда человек с тяжких скорбях, болезнях, тогда эти сами скорби и болезни не выбывают этим маслом, которые зажигают огонь, и огонь горит все ярче и ярче. Скорби, скорби. Многие святые отцы не читали и не имели духовных книг, но в скорбях, в постах, в день они все больше закаливались, и их огонь молитв все больше и больше возгорался. Итак, братья и сестры, мы должны запомнить это, чтобы наше сердце чтило Бога по-настоящему, не только словами, но и делами, чтобы мы исполняли все, что написано в законе Божьем, все, что написано в Святом Евангелии, в Писаниях, отцов и апостолов. Братья и сестры, и да поможет нам Господь Бог в этом. Аминь. Аминь. Аминь.